Российская авиация продолжает ежедневно поддерживать сирийские войска. За последние сутки 46 боевых вылетов. Последние данные о результатах ударов приводят Минобороны. Уничтожено 83 объекта в разных провинциях. Идлип, Алеппо, Хама, Дамаск. В числе целей завод, где террористы делали радиоуправляемые фугасы, а также большой склад со взрывчаткой. Уничтожено много техники, командные пункты и узлы связи. Радиоперехват переговоров показывает, разные группировки пытаются в панике перестроиться, надеясь объединить силы против сирийской армии. Разведка установила место встречи главарей бандгрупп. Получена информация о запланированной сходке командиров бандгрупп, действующих в районе населенного пункта Сармин, это провинция Идлип. После дополнительной проверки данной информации по другим каналам, установления времени и места встречи, было принято решение о нанесении удара по месту сбора главарей боевиков. За местом встречи, которым являлся подвал одного из брошенных одиночных строений, было организовано наблюдение с беспилотных летательных аппаратов. И в минувшую ночь в указанном месте было зафиксировано скопление девяти автомобилей повышенной проходимости, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Бомбардировщиком Су-34 по данному объекту был нанесен точный удар, корректируем авиабомбой КАП-500, уничтоживший данный объект, со всем его содержимым. Контакт по каналам оперативной связи налаживают российские и американские военные ведомства. Договоренность об этом закреплена в меморандуме по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии. О подписании документа было объявлено накануне.